Азамат Мусагалиев Телекоммуникационная компания решила отойти от традиционных рекламных форматов. Каждая серия представляет собой законченный эпизод, в котором герои рассказывают об одном из продуктов компании. В основе формата – тандем опытного и молодого напарников, которые могут выйти из любой ситуации. Нашей целью было привнести что-то новое на рекламный рынок. И нашли вдохновение в том, чтобы снять комедийный боевик, в котором было бы противоставление характера. Когда есть кто-то такой надежный, невозмутимый, все знающий. И так мы в своих мыслях пришли к образу Брюса Уиллиса. При этом противопоставлять ему хотелось человека молодого, находчивого, постоянно находящего какие-то лавхаки, очень энергичного. И таким образом мы добрались к Азаматому Сагалиеву. Это наш известный комик и прекрасный телеведущий. Люди увидели у меня как воплощение какой-то находчивости, может быть, какой-то хитрости и так далее. Я старался соответствовать. Эти два парня попадают в всевозможные ситуации. Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. В новый ролик интегрировали 34 тысячи кадров из прошлых фильмов с участием голливудской звезды, по которым обучалась нейросеть. Есть некоторые нюансы, когда человек поворачивает голову, в какой момент ее нужно повернуть, когда камера успевает это сделать, когда камера приближается, когда, наоборот, отъезжает. И вот эти моменты, они очень щепетильные. Вот это меня, конечно, очень сильно увлекло, потому что я впервые вообще сталкиваюсь с такой вообще работой, когда применяются такие технологии. Для того, чтобы снимать Брюса Уиллиса, во-первых, в том образе, в котором он нам более всего любим, это те времена, когда был Крепкий Орешек, последний бойскаут, и в этом помогла нейросеть. То есть мы омолодили Брюса, Брюс Уиллис очень остался доволен. Первый ролик мы приурочили к такому известному сезону в бизнесе, который называется Back to School, когда мы с вами с детьми возвращаемся в школу, поэтому рекламировать мы будем первый семейный тариф, и об этом будут рассказывать наши герои. У нас хоть и комедийный, но тем не менее боевик, поэтому в тот момент, когда мы понимали, какие сюжеты мы хотим снимать в каждой из серий, которая должна быть достаточно самостоятельной, мы решили привлечь того режиссера, который, на наш взгляд, справился бы с этой задачей лучше других. Илья для этой роли подошел лучше всего. Первый ролик снял Илья Найшулер. Он стал первым российским режиссером, чей фильм «Никто» возглавил американский прокат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова